Представлена линейка гибридов кукурузы компании Декалп. Сейчас мы на них не будем подробно останавливаться, потому что они выглядят все одинаково. Мы будем проводить отдельно день поля в августе по кукурузе и подсолнечнику. Тогда мы вас пригласим и конкретно уже компания Декалп расскажет вам про гибриды, про их особенности. Остановлюсь немножко на гербицидной защите. То есть вся линейка, все демо, применена схема АДНГ 0.22 по первому и второму листочку кукурузы и мастер ВГ 150 грамм на гектар плюс биопауэр по пятому и шестому листу кукурузы. Посмотрите на состояние посева. То есть так как мы и говорили, после подсолнечника, после такого предшественника, когда несколько стадий всходов сорняков, ну в данном случае подсолнечника, лучше вот это двукратное применение. Это не все удобрение. Сейчас на листочках вы можете видеть цинк, то есть мы вносили цинк, чтобы понимать, насколько это будет эффективно при нашей погоде, в условиях и в нашем регионе применение цинка. Как микроудобрение. Уже мы скоро закончим, поэтому наберитесь немножко еще терпения и подходим сюда к центру. Да, у нас осталась уже осталась крайняя культура, кукуруза, царица полей. И здесь представлены различные схемы гербицидной защиты. Вот этот вариант, это однократное применение мастера Пауэра с нормой 1,25 литра на гектар, совершенно верно. То есть если у вас оптимальный срок посева кукурузы, вы сеете ее в хорошо прогретую почву, у вас кукуруза всходит быстро, всходит вместе с сорняками, как правило. Этот вариант с мастер Пауэром, он идеальный. Мастер Пауэр забирает очень широкий спектр сорняков, и двудольные, и однодольные, однолетние, и многолетние. И у вас посев будет чистый стоять до уборки, при оптимальных сроках посева. Если вы используете ранние сроки посева, и у вас очень растянутый период появления всходов кукурузы, и соответственно будет растянутый период появления всходов сорняков, В таком случае лучше применять комбинированные схемы, включающие в себя внесение двух гербицидов. Здесь была свекла и был гербицидный контроль. То есть здесь сорняки взошли раньше, видите, до пятого листа с мастером дотянули, и кукуруза стекла. Поэтому если у вас ранний посев, если у вас высокий фон засоренности, лучше использовать комбинированную схему. Когда вы вносите по первому, второму листочку аденго 0,22-0,3 литра, и потом в данном случае мы доработали мастером ВГ. Плюс биотауер, результат отличный, кукуруза не стекла нигде, даже на контроле, где был гербицидный контроль в прошлом году на свекле, видите, то есть никаких проблем нет. При двукратной обработке. Даже один-два листочка, да, очень рано. Да, дэнго работает или почвенно, или до третьего листочка кукурузы, до второго. Почвенно в нашей зоне мы не рекомендуем, то есть влаги не хватает, он не работает хорошо достаточно. А вот только зашла кукуруза, первый-вторый листочек, зашли, аденго внесли, он будет держать почву на немножко 0,22, и будут контролировать те сорняки, которые появились на момент болезни всхода в кукурузу. А вы считаете первый целый листочек, что только всходы? Есть разная технология подсчета листьев. Один-два листочка вы кажете? Два метода, и они оба признаны международные, эти два метода, но они дают погрешность. Чем дальше кукуруза развивается, тем больше погрешность. Первый метод, когда мы считаем листочки, все листочки, которые отклонились от горизонтали, то есть которые не вертикально стоят, а вот уже горизонтально. И второй метод, по воротничкам. И второй метод, по воротничкам, считается. По воротничкам ошибиться невозможно. Но первый листочек считается в виде? Первый листочек считается и в том и в том случае. Если мы считаем по воротничкам, вот считается первый листочек закругленный. Считается? Да. И дальше считается каждый листочек, у которого сформировался вот такой вот воротничок. Этот считается, а у этого воротничка еще нет, у этого листа. Этот еще не воротничок. Этот воротничок, этот считается. Этот считается, а этот еще не считается, потому что воротничка у него, видите, еще нет. А по второму методу считаются все листья, которые... Если считать по американской системе, получается один, по воротничкам, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это стадия В-8. Если считать по другой технологии, и то, и то BBCH признает. Тут не надо путать. То есть, или метод упавших духом называется, когда отклонился листочек, американцы называют его. Или колор-метод, метод воротничков. То тут мы должны посчитать, будем еще один лист, еще один лист. То есть, у нас восемь, а тут будет десять. Поэтому, чем дальше кукуруза развивается, тем больше отличия. Вы считаете, по какой системе? Я считаю для себя, по В-6, я считаю, что любой гербицид должен быть внесен до В-6. Вот до вот этой стадии шестого листа, да, вот. Это восьмой мы считали, это седьмой, вот до шестого, да. Потому что от шестого до девятого формируется количество рядов зерен. И мы можем, даже применяя супер-супер мягкий продукт, но могут быть погодные условия. Резкий перепад температур, например, и может повлиять. Поэтому лучше до В-6 применить, и тогда четко вы будете застрахованы от того, что вы не получите фототоксичность и не повлияете отрицательно на количество рядов зерен. Не считаете вот этот первый? Считаем, первый считаем, закругленный считаем, всегда, при любом методе. И при том, и при том. Все, понял. То есть, в данном случае, просто погрешность два листа. По воротничкам это В-8, по методу упавших духом это В-10. И крайний наш вариант по кукурузе, по защите кукурузы, также комбинированный. Это Аденго 0,22 литра на гектар. И потом уже по пятому-шестому листу, лаудис, прошу прощения. Лаудис плюс приипатель муре. Лаудис на сегодняшний день, наверное, на рынке является самым мягким гербицидом для кукурузы. Мы это показывали на опытах с фототоксичностью. То есть, даже внесение по седьмому листу, по стадии BBCH-17 или В-8, не оказывает негативного влияния на развитие кукурузы. Поэтому, если у вас есть необходимость к позднему внесению, можете использовать лаудис. Если вы сеете кукурузу по подсолнечнику, по подсолнечнику Clearfield, по подсолнечнику Express, лаудис отлично работает по любым типам подсолнечника. Там мы проходили и видели подсолнечник даже в колено, он его улетает. Прекрасный гербицид. После действия есть лист? После действия у него нет. После действия у него нет. Подсолнечник смело свеять? Подсолнечник можно смело свеять. Более того, скажу, недавно поступил вопрос из Запорожья, люди сеют сахарную кукурузу, работают лаудисом, потом говорят, а можно лука зимой сеять? Вот тут, конечно, мы задумались, но потом нашли информацию в ветре, 6 месяцев, отнесение лаудиса до посева зимого лука. И лаудис обязательно нужно с прилипателем МРО и прилипателя от 1 до 2 литров, то есть это важный момент. Если стрессовые условия или засуха большая, то лучше, чтобы лаудис работал, МРО больше добавлять. Но здесь мы везде 2 литра МРО. Отлично работает по лабоде. То есть, если, допустим, мы говорим, мастер ВГ это 3 пары, мастер Пауэр это 4 пары лабоды, то лаудис, ну, даже 6 пар лабоды, то есть 12 листьев она сгорает. Здесь добавляем МРО. Ваточник сирийский белый стоит после обработки лаудиса. По ваточник хорошо работает, да, очень хорошо. Амброзия тоже сгорает, да? Амброзия сгорает на ухнарь, ничего не остается от нее. Впек. Ну и самый безопасный, мы уже говорили, что даже по самопыленным линиям без проблем его применяют. На участнике пилизации тоже используются, мягко. А как вы относитесь к рабочему раствору? На вечер, мастер, мастер. Ну, я думаю, что для условий западной Украины, где высокая влажность воздуха, да, где более низкие температуры, это имеет место на жизнь. В нашей зоне, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская область, когда у нас 30 градусов, когда у нас влажность воздуха 22-26%, ну, на низких нормах вы будете вынуждены формировать мелкую каплю. Она очень часто даже не успеет долететь до объекта, до сорняка и испариться просто. Поэтому я считаю, что в нашей зоне, ну, не работает это. То есть, это в какой-то степени работает с реглоном на диссекации, это работает с раундапами, там, да, там до 100 литров, Саша говорил, как-то там больше не надо. Но фунгициды, гербициды... Здесь щелевые, у меня молодые. Щелевая, это вообще, надо забыть про нее, как про страшный сон. То есть, про щелевую форсунку. На сегодняшний момент инжекторные форсунки, крупная капля. На сегодняшний момент мы работаем практически на всех культурах системными продуктами. Будь то гербициды, будь то фунгициды, будь то инсекдициды. Может быть, перитроиды, да, только можно щелевой вносить. А коннект, все фунгициды, все гербициды, инжекторная форсунка. То есть, меньше снос, лучше проникновение в нижний ярус, меньше испарение, выше эффективность. Выше системность, выше эффективность. То есть, это главное, это работа более числе. Это смысл. Субтитры создавал DimaTorzok